Времени суток. Рада вас приветствовать на своем канале. Давно, как говорится, не виделась с вами, не разговаривала, не общалась. Но домашние дела тоже нужно иногда делать. Тут с переездом частично домой в город, пока мотаемся туда-сюда, там хозяйство, стройка затевается, поэтому времени в обрез. И порой не успеваешь сделать то, что необходимо. Ну и пока таких серьезных каких-то событий не было. Все вы знаете из новостных различных каналов. Многие слышат, что наконец начали сбываться мои расклады. Бегут в СУ, бегут. Что-то остается целым. Тут даже у Лидар показывали, есть целые дома. Либо частично разрушены. То есть не катастрофично. К счастью, не так, как Бахмут и Мариуполь. Так что все получается. Время наконец пришло для раскрутки событий. Поэтому давайте посмотрим. Я мелкие такие населенные пункты не смотрю по одной простой причине, что порой прямо вот только собрался сделать, и вот он уже под нашим контролем полностью. Я хочу сегодня посмотреть такой крупный город, как Киев. Не знаю почему. Но давайте посмотрим. Потому что такое впечатление, что назревают какие-то очень серьезные события для Киева, и в частности для Украины и просроченного. Итак, Киев. Очень большая зависимость от того, что поставляется в город, какие даются деньги. То есть, в общем-то, вся жизнь города Киева полностью подчинена не гражданам. Граждане, ну, на работу ходят, но это зачастую потому, что нужны деньги. И зачастую есть обеззаловка. Но люди постоянно под напряжением, что, не дай бог, ТЦК, хотя в Киеве особо не слышно, чтобы забирали, но все же под этим напряженным таким состоянием люди находятся постоянно. И все остальное, прилеты в Киев есть, очень часто в Киев прилетают. То есть, ну, спокойствие, такое вот прямо уж совсем спокойствие там не наблюдается. И очень многое, конечно, зависит от того, кто приехал в Киев из Европы, чего он там привез, чего он скажет. Все остановится или дальше будет продолжаться. Но пока Европа не очень-то хочет продолжать. Хотя, оговорочка по Фрейде, да, это останавливать. Хотя очень много сейчас идет разговоров о том, что пора бы все и как-то завершать. Итак, что там в Киеве вообще такое происходит? Конечно, не среди обычных людей нам это... Мы все понимаем, как люди живут, да, вот среди руководства страны. Что там такое происходит? О, руководитель страны. Гуляя рванина. Я могу сказать, что его влияние и власть подходят к концу. Возможно, это связано с тем, что свали за рубеж. Но хотя по раскладам выходило, что ему не дадут уехать. Ну, по прежним раскладам, да. Может быть, что-то изменилось. А так он со своими подвижниками, их власть подходит к концу. Закругляется все. Наступают очень тяжелые времена, когда нужно беспокоиться о своей какой-то определенной безопасности. И то, что было раньше запланировано что-то, то есть был какой-то план, были какие-то цели ими поставлены, ну, во всяком случае, хотя бы перед собой. Они должны быть достигнуты. Либо цели, которые им Запад поставил. Их нужно будет достигнуть. Что дальше их ожидает? Дальше их ожидает удар. Очень серьезный. Ну, не в буквальном, конечно, смысле удар. Но настолько серьезное разочарование и непонимание, что дальше. Опять же, период заканчивается, когда все идет ко дну, летит в тартарары, весь время справедливости. Каждый из них скоро будет отвечать по своим заслугам. То, что человек сделал, то прилетит ему в ответ. До конца этого года расплата произойдет. до конца этого года, да, ждут перемены определенные. Страх. Страх перед будущим. Страх перед тем, что история повторяется. Должны повториться какие-то события и, соответственно, начало какого-то другого пути. Что это за путь? Возвращение к старому. Возвращение к тому, что было в Украине когда-то. А когда-то у нее было тогда, когда она была с Россией, а не отдельно. Соответственно, ресурсы, успех. Это все было у Украины. И она возвращается, будет назад. Страх. Луна, это о чем? О том, что успех, спокойствие, уверенность в своей жизни, в своей семье, она улетучивается. Нет этого по Луне семьи нет. То есть все люди, в общем-то, все о чем они грезили, о чем они думали, думали, что так будет всегда, но для них заканчивается. Вот это страшно. Страшно потерять все. Когда казалось бы, ты вообще король жизни. А тут, оказывается, не король. Все заканчивается. Ну, а что ждет сам Киев? Ну, так, что же ждет Киев в ближайшее время? Сам город. Как будут в нем развиваться события? События начинают ускоряться и до самого города. и наступает время серьезных перемен именно для города. Отчасти это может быть и к лучшему. То есть скоро какие-то мы услышим и хорошие новости о Киеве, но при этом для города все хорошие новости будут очень дорого стоить. Кто-то из города вынужден будет уезжать как можно быстрее. Кто-то будет в буквальном смысле уходить, убегать, сверкая пятками. То есть какие-то скоро предстоят в Киеве с событием. Но пока боевых действий не показывает. Чем связаны изменения для самого города, перемены, которые наступят очень скоро. это будет во многом связано с ресурсами. этот вопрос будет решать руководство города в частности. Ресурсов будет недостаточно. Вполне возможно, что на пороге зима. Но относительно у людей будет спокойствие, что все нам дадут, все будет. Ну, император будет, конечно, из кожи лезть и искать возможности. для города. Но все равно ресурсов будет мало. Будет как уже когда-то было. И это, скорее всего, связано с какими-то событиями не очень такими хорошими конфликтами какими-то. Попыткой произвести какое-то действие. Возможно, это какие-то уличные бои я не вижу в Киеве. А вот какие-то столкновения, какие-то попытки показать, кто круче, вот это приведет к каким-то неприятным последствиям для города. А в плане СВО что в ближайшее время ожидать городу? в ближайшее время остается ожидать ожидать то, что было так классно, то, что сейчас было хорошо, все есть, тепло, магазины полные, энергии хватает, свет есть, вода есть, это все скоро закончится для вас, ребята. наступят тяжелые времена. Давайте попробуем заглянуть, пятерка жезлов, вот это вот попытка кому-то что-то доказать, о чем это. А это связано с боевыми действиями. Когда на боевых действиях будет задействовано большое количество ресурсов, вот это вот будет конфликт очень серьезный связан именно с какими-то боевыми действиями. Но в Киеве вы понимаете, что боев никаких не будет. Какие-то столкновения возможно, но боев не будет. Все-таки такой город опять же в лоб никто брать не будет. А как возьмут город? А город возьмут возьмут так, что измором. Когда ничего не будет у них получаться, все будет сыпаться, это время будет затянуто, это ну тут даже окружение как такового карты не показывает, что город будет окружен. Но постоянные какие-то изматывающие уколы, какие-то нападения, когда выхода другого нет. и вот эта ситуация будет постоянно давлеть над городом довольно-таки долго. Я бы сказала, что все-таки город будет окружен и соответственно особо ничего, каких-то поступлений туда не будет. Город зададут. Будет договор. а вот так что ребята Киев будет сдан. Будет ли подписание какого-то серьезного документа? Вот тут тоже выходила справедливость, а может быть это говорит как раз о документе, подписании документа. Очень важно. Будет ли подписание документа, которые все установят. Когда ресурсов не останется, то соответственно будут подписывать документы, будут договариваться, потому что нет другого выхода. Все, это тупик, это ловушка, в которую Украина сама себя загонит. В частности Киев сам себя загонит. Работа будет много, то есть это не будет вот так вот, прямо сели и договорились. Нет, это будет определенные договоры именно. Не может быть какие-то. Но это только будет хуже самой Украине, самому Киеву. странный расклад. Странный. Но сейчас настало то время, когда ничего так просто не будет. Ну, держитесь киевляне. Все идет к концу. Желаю вам всем мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч. киевляне. Продолжение следует...